Сегодня мы совершим путешествие в виртуальный музей Отечественной войны 1812 года. Отечественная война 1812 года – одно из самых ярких событий в истории России. «О Родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя», – писал поэт XIX века Жуковский. В 1812 году для Наполеона Россия была преградой к мировому господству. «Я буду господином мира», – заявлял Наполеон Бонапарт. «Останется одна Россия, но я раздавлю ее». В тихий предрассветный час плавно устремляет свои волны Балтийскому морю Старый Неман. Переправы через эту реку утром 12 июня и начал свой поход на Россию император Наполеон I. Тысячи солдат перешли Неман и вторглись в Россию. Русская армия на границе была разделена на три части. Первая армия, генерал Баклай де Толи, находилась в Литве. Вторая – генерал Багратиона, Белоруссии. Третья армия, генерала Тормасова, на Украине. План Наполеона состоял в том, чтобы разгромить русские армии по частям, не дать им соединиться. Русская армия отступала на восток, сохраняя свои силы и изматывая противника. 2 августа I и II русские армии соединились под Смоленском. Два дня шли бои за Смоленск. Отважные русские солдаты отбивали атаки неприятеля. Неудержимость и храбрость русских солдат явились во всем многообразии. Вскоре после оставления Смоленска главнокомандующим русской армии был назначен соратник и ученик Суворова Михаил Инарионович Кутузов. Кутузов решил дать генеральное сражение у села Бородино 26 августа. Перед битвой Кутузов старался воодушевить русских солдат. Вам придется защищать землю родную, послужить верой и правдой до последней капли крови. Бородино – это моральная и политическая победа России. Мужество наших войск было неописанно. Дорожили каждым вершком земли и бились до смерти за каждый шаг, вспоминал русский офицер Глинка. 1 сентября в крестьянской избе подмосковной деревней Фили Кутузов принял нелегкое решение – оставить Москву, чтобы сохранить армию. Французы вступили в Москву 2 сентября. Через Воробьевы горы, по Тверской дороге и через Дорогомиловскую заставу. Здесь им Наполеон обещал богатую добычу, теплые зимние квартиры, долгожданный отдых и заключение мира. Но французы испытали разочарование. В городе начались страшные пожары. Все время вспыхивали новые очаги пламени. В Москву подожгли сами русские. Русскую армию поддерживало партизанское движение, организатором которого был Кутузов. Среди руководителей партизанского движения был поэт, гусарский подполковник Денис Давыдов. Партизанские отряды часто возглавляли крестьяне – Герасим Курин, Федор Потапов, Ермолай Четвертаков, Василиса Кожина. Я не хочу войны, я разлюбил войну, я в мыслях, я в душе храню тебя одну. Армия Наполеона отступала по разоренной Смоленской дороге. Русская армия преследовала противника, уничтожала его по частям. Сражение при реке Березина в ноябре завершило разгром армии Наполеона. Границу России пересекли остатки оборванных и сголодавшихся французских солдат. Они никогда не забудут слова русской солдатской песни. Хоть Москва в руках французов – это право, не беда. Наш фельдмаршал, князь Кутузов, их на смерть пустил туда. Главной причиной победы России в войне 1812 года стал общенациональный подъем. Защищать свою родину, свое отечество поднялся весь народ. Вместе воевали талантливые полководцы, простые русские солдаты, ополченцы, партизаны. Каждый старался помочь фронту. Эта война показала широту души, благородство и мужество русского народа. Патриотизм предков не исчезает, если потомки не забывают о нем. И через 200 лет.